Всем добрый день! Меня зовут Алексей Саватирев. Я закончил в 90-м году в 57-м школу в Москве, потом в 95-м году, в 97-м Российской Экономической Школе, потом работал в Центральном Экономическом Институте, потом был на пост-док. Пост защитился в ЦУМИ, поехал на пост-док в Бельгию, там два года работал в области теории, Игорь писал статьи с экономическими приложениями, затем вернулся и работал в Российской Экономической Школе, тем, что по-английски называют соседний профессор, а по-русски доцент. Так, сейчас я, наверное, замочу ее, да? Вот. Благодаря четвертому году в этой должности и отчасти сегодняшние две лекции, моя и моего молодого коллеги, автора, товарища, будут посвящены... Ну, мы расскажем там два неких сюжета научных, которые одновременно будут вам давать представления о том, чем, в частности, занимаются Российской Экономической Школы научной линии. Вот. И эти два сюжета, они относятся к теории игр. Очень динамично называются сейчас в мауке. Вот. В частности, сегодняшняя игра интересна, как раз динамической теории игр. И ситуация такая. Ну, я выступаю сейчас перед математиками, соответственно, я не буду тратить первые двадцать минут на убеждение вас в том, что эта задача является интересной для практики. То есть я лишь скажу, что эта модель, которую я сейчас расскажу, математическая модель, игровая, описывает ситуации многораундной политической борьбы. Мы заперемли борьбы за власть, грубо говоря. Ну, и что у нее, на самом деле, нет много экономических приложений, просто можете поверить в нас, чтобы на этом не задерживаться. А пока я буду рассказывать, в чем эта модель заключается, вы будете сами в каждой двери своего воображения представлять, в каких червозах она может быть приняла, какие-то выводы могут быть поинтерцитированы. Значит, игра End Leads. Мы их обозначим. Да, еще простите, пожалуйста. Меня поезд в час дня с московского вокзала Сапсан. И я, соответственно, выйду немножко раньше, чем обозначил в плане. Не в 12.30, но у нас как-то 12.30, 8. И затем Даня будет уже, ну, после того, как Даня вторую лекцию проведет, он уже расскажет, там, раздаст материалы про нашу школу, там, может, пару слов расскажет, про него и ответит на какие-то вопросы. То есть я всю такую презентационную часть на него свалю. А Сапс, соответственно, в эти оставшиеся, там, сейчас 15, да, вот слов, или сейчас 2, полностью сосредоточатся на науке. То есть есть терм игроков, игроки, ну, или, как можно сказать, гувилианды. Ну, вот слово, слово дуэль вообще ассоциирует свою группу, по крайней мере, людей, которые специально в выборе языка. В Питере это, где многие знают. Дуэль это только группа людей, да. Но в данном случае это обобщается ситуация на борьбу и терминских человека, так сказать. Борьбу, войну, битву. Эм, лиц. И их взаимодействие заключается в том, что они период за периодом, даже, начиная с моего момента времени, я думаю, вы тоже дадут параллельные числа, начиная с нуля. В компьютер, в компьютер-сайм-клубе, наверное... Все так делали. Да, все так делали. Вот. Ну и теоретические игровики все следуют этой тоже. Мы выросли из алгоритм... Ну, от одной из наших новых теорий, которая выросла из алгоритмической теории, поэтому, соответственно, мы уже дадут параллельные числа начиная с нуля. Так вот, период за периодом, с начального периода и далее, в каждом следующем, все живые в данный момент, сейчас будет выяснить, что это означает, борются друг с другом в следующем ключе. Каждый выбирает себе некоторую жертву из списка живых. И пытается ее поразить. Ну, вы можете себе представлять, например, что в процессе политической борьбы заливают там дерьмом, а ранее, тут есть конкретное яйцо. То есть, динсортированное, как и жирный пляж. Вот. Ну и дальше, значит, есть мастерство этих игроков. Мастерство описывается набором чисел альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-1. У каждого свое, значит, число, точность попадания. То есть, если вы начали агрессивное действие против игрока, если вы игрок на энергии, вы начали свое агрессивное действие против любого из живых игроков, то вероятность, которой вы достигнете успеха и этот игрок будет уничтожена, равна альфа-2. Все альфа-2. Строго, международно единственным. Процедованный вопрос. Вопрос, может, существует задавать по ходу или где-нибудь? По ходу. По ходу. По ходу. Я могу говорить либо, чтобы сейчас это прояснится, либо отвечать. Ага. Тогда вопрос не существует. Мы существенно закладываем модель, что мастерство не зависит от объекта. Совершенно верно. Ну, просто есть, на самом деле... Саша. Привет. Попробуем. Просто есть вариации этой модели, которые можно альфа и живьми. То есть, как вероятность, не того поразить живого. Но это просто некая более сложная вариация. Мне хочется как бы сосредоточиться на какой-то трактуемой, но уже довольно реалистичной версии. Давайте так забьем, будем считать, что мастерство – это ваши свойства, и не зависит от того против кого вы любите, против кого вы не морозите. Вы его уничтожете в среду. Ну вот, и теперь, смотрите, происходит игра. Как она происходит? Ну, нулевой момент, все живы. Да, еще есть такая опция, как пропуск. То есть каждый игрок имеет такую возможность, как стрелять в воздух. То есть в этот момент никого не пытаться ручить. Ну и, соответственно, что у нас возникает? Возникает такая игра, в которой в нулевой момент времени каждый из игроков выбирает одного из оставшихся, либо воздух, что мы будем называть значком, что он как бы стреляет в себя. Это не значит, что он себя обозначает, просто мы каким образом обозначаем. Либо воздух, это удобнее, с точки зрения, обозначение. И, соответственно, да, дальше реализуются вероятности вот эти. То есть для каждого нацеленного выстрела реализуется вероятность, попал, не попал. Все, кому поразили, все убитые, они побывают и изыгрывают. И так происходит до сих пор, пока. Вот сейчас я буду объяснять до сих пор, пока, что именно. Значит, давайте я это введу некоторое обозначение. Профиль ходов, точнее, профиль ходов, все ходы, профиль ходов в момент t, если список живых, какой-то s подножку m обозначим, да, и она обозначается за а. И а это не что иное, как просто некоторое отображение из s в s. То есть каждому игроку сопоставляется его собственный выбор другого игрока. Если выбор, если а и равно и, то это интерпретируется как пропуск хода или выстрел. То это интерпретируется как выстрел. Ну и понятно, что у нас, так сказать, таким образом получается, что для каждого из живых список ходов один и тот же, но они имеют разную интерпретацию, правильно, да? То есть, если, например, первый и третий, вот у нас список всех ходов это n, то для первого игрока выбор хода 2, 3, 4 и так далее это агрессивные нацеленные действия на кого-то из живых игроков оставшимся, а ход 1 это пропуск хода. А для второго игрока выбор хода 1, 3 и так далее, 1, 3, 4 и так далее это нацеленные действия, а 2 это пропуск хода. То есть, множество доходов одно и то же, но оно имеет разную интерпретацию игроков. Надо как бы понимать, как условия, условия, да, в некотором значении. И выстрелы в опыте, как можно задействовать, да? Нет, никак, просто я пропускаю, кто-то сегодня не боится. День моего опыта. Ну вот, значит, теперь вопрос окончания игры. Каким образом заканчивается игра? Вообще, интерпретация этой модели такова, что они борются за некоторый какой-то там ценный риск, например, на политике, которые борются за власть. Тогда какие, возможно, варианты? Либо кто-то один победит, просто победит всех. Все остальные будут убить в процессе борьбы или морально уничтоженности, не знаю, как угодно, политическое уничтоженности. Теорию мы отправлены на 100 год. То есть, останется один. Вот один, он победитель, тогда он получает всю власть, да? И другие варианты состоят в том, что на каком-то этапе, ну, будет подписан мир, грубо говоря, да? То есть, некоторая коалиция, оставшаяся в живых, решит, что они больше не хотят. Драться, они сейчас соберутся, и власть будет коллекционной у них. Вот, так сказать, еще четкая интерпретация этого, и, соответственно, этой интерпретацией мы вводим в игры, в игре, которые происходят в свече в области. Значит, игра заканчивается, игра заканчивается, тогда, когда в первый раз произошло, ну, в первый последний, соответственно, раз, произошло событие, что A просто равно ID. Тождественного отображения. То есть, когда каждый выбрал свою собственную цель, то есть, каждый поднял его вверх, все сказали, все, война, значит, мы не будем делать никаких военных действий. То есть, игра заканчивается тогда, когда в некотором раунде никто, ни против кого не выполняет никаких... Короче говоря, это интерпретируется как подписание мира и конец игры. Если мы не интерпретируем как конец игры в эту ситуацию, то у нас возникает проблема, что делать, если игра продолжается вечной. Так мы ее избегаем. Потому что, смотрите, вероятность вечной продолжительности игры, при этом предположении, становится нулевой. То есть, это возможная опция, но ее вероятность становится нулевой, правильно? Потому что, как только кто-то на кого-то нацеливается, уже соответствующая вероятность, и список лиц на следующий день будет меньше. Ну, понятно, простей, значит, все вероятности. Да? Так как вам ответили, что тут никто не остался во времени. Что? Да. Если никто не остался, то игра тоже закончена, и все получается. Ну, это сейчас, да, я сейчас как-то проговорю. То есть, да, совершенно верно. Если а равно... Да, 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 да. Или... Или... С равно, что он должен. Совершенно верно. Да, спасибо. Получается, что стреляют они одновременно и независимо друг от друга? Да. Совершенно верно, да. И именно, что независимо, то есть, вероятность того, что жи... Жи... После... Ну, точнее... Градость того, что жи жив. В моменте т плюс один. То есть, условие, что жи жив. Д, соответственно, равна произведению по всем жи, таким, что а от жи... Извините, по всем и, таким, что а от и равно жи, то есть, по всем целящимся в него людям, величины один минус альфа и. А от жи, мы ее обозначаем а от и с чертой. Чтобы не таскать за собой многое шестов. То есть, дополнительно... А... А... Да. Совершенно верно. Спасибо. Таким, что... А... и равно жи, и кроме того, да. Дополнительно, что, естественно, самого его... Вот. Да, спасибо. Правильно. Вот. Произведение, так и печень. Ну, то есть, понятно. Независимо от... Ну, и теперь у нас игра заканчивается, действительно, либо когда-то список просто пустой. Да, я сразу хочу сказать, что, наверное, много раз сегодня заметите, что люди, работающие в теории игр и пришедшие в нее с экономики, а не с математики, очень пренебрежительно часто относятся к каким-то формальным значениям. В принципе, очень зря. Но так просто сложилось, что, как бы, такое некоторое разгильдяйство. Присутствует, что... Ну, когда до статей доходят, там уже все пытаемся четко писать, да? Вот. В процессе обсуждений, то есть, ну, там, я уже один раз 10 пропустил, один раз 10 пропустил, очевидно, совершенно верно. Дальше вы всегда это, естественно, говорите. Управляйте. Вот. Итак, соответственно, когда заканчивается игра, в конце игры... все мертвые получают ноль в качестве выигрыша. До этого никаких выигрышей по пути никто не получает. Они борются, 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 борются. А почти мертвые получают ноль. А живые, то есть те, кто... Кто такие живые? Ну, те, кто подписал вверх этот договор, да? Те, кто... В плане всех, кто стреляли в воздух. А живые... Набор выигрышей некоторые... Х... С... В... 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 И... С... Ну, не отрицательно. То есть... Получение власти вот этой вот кликой, этой коалиции, в момент подписания мира, сулит им вот такие выигрыши после того, как они будут власть. Нормировка... 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 Нормировка такова, что х и и равно единице для игрового и... Ну, лучше вот так, так сказать. Значит... То есть, когда игрок и всех победил, то мы нормируем его выигрыш. То есть вся страна, да? Если вы победили всех и областвуете на всей страной, то выигрыш и они единицы. Ну и далее, значит... Далее здесь идёт три степени... Три ступени... Три ступени... Три ступени... Спецификации этих выигрышей дальнейших. То есть... Прежде всего... Первая ступень... Ну, вот нулевая ступень, среди того, чтобы больше ничего не накладывать с никаких условий. И в этой нулевой ступени получается доказать некоторый очень... Такой... Очень... Полезный... При подсчёте... Равновесие результат, который называется принцип однократного уклонения. Я надеюсь до него всё-таки дойти здесь. Значит... Далее, если мы рассматриваем именно ситуацию политической борьбы, то... Обычно разумно считать следующее, что... Вы идёте на какие-то уступки и так далее... И, соответственно... Предположение делается следующее, что если... Как человек подписали договор... То их выигрыши, даже умноженный накат, не достигают единицы. То есть... Вы теряете что-то, когда вы делите. Это не просто вы сели, договорились, каждый получил от рука той стороны. Нет. Вы, договариваясь, теряете что-то. Вы идёте на уступки друг к другу. У вас разное видение того, как эту страну дальше развивать, например. Да? И за счёт этого ваши выигрыши стираются. То есть... Разумное предположение следующее. Стоит следующее. Стоит в том, что... Х и С... На самом деле... Равно просто некоторому В... С... Количество элементов С... То есть... Заданы просто некоторые числа В1 равны единице, понятно. В2, В3 и так далее. И предположение такое, что... Для любого К... К умножить на ВК строго меньше единицы. То есть... Соответственно, есть некая потеря. Вот. Ну и дополнительно, наверное, нужно сказать, что В1 больше В2, больше В3 и так далее. НВН больше равно 0. Далее. Ещё есть одна интерпретация дуэйных игр, которая пришла... Интерпретация такая... Ну она такая... Давняя, 19 век интерпретация, что дуэй вообще-то происходит из-за девушки обычно. Да? И в этом смысле... В отличие от страны, да? Нельзя подписать какой-то заговор... В какой-то коалиции, что... То есть, девушку сидеть нельзя. Соответственно, все вот эти... В2, В2, В3 и так далее равны... 0. То есть... Смысл есть только в том, чтобы выиграть не нашли. Это такая самая последняя, самая строгая интерпретация понятия дуэй. Для н-лиц, что нужно остаться одна. Ну или все умы. Ну вот есть три... Три ступени... Три ступени общности постановки. Здесь можно доказать какие-то общие теоремы. Здесь можно уже получить какие-то интересные результаты. Ну а здесь есть ещё наполнительный набор результатов, которые, так сказать, значительно шире из полученных ныне. Вообще это всё в процессе разработки ещё. Равновесия общей структуры у нас есть совершенно непонятного. Ну вот, как бы, вот и на эти постановки известны. Многое, по крайней мере, в случае 2,3 практически не сяло. Хорошо. Теперь... Смотрите. Допустим, вы хотите эту игру как-то смоделировать. Ну, вы... Значит... Вас интересует какой ринг. Я понимаю, да? Эту аудиторию. Но вот вы пытаетесь как-то смоделировать. Но... Как можно смоделировать? Вы должны смоделировать то, что человек должен делать, выбирать, да? Но вот идея такая, что... Игроки, да, игроки... Вообще всего не игр. Игрокам... Ну, так... Недобросовестное моделирование, конечно, говорит. Мы считаем, что игроки ведут себя так, и так, и так. Но это недобросовестное вообще подход. Теория игр должен быть добросовестным подходом. Он должен означать следующее. Мы считаем, что игроки преследуют цель максимизировать свой выбор. А уж как это надо обсуждать, да? То есть, что... Какую концепцию при этом мы имеем в виду, это можно обсудить. Но идея такая, что... Игроки не являются какими-то роботами, да? Которые выбирают программы и исследуют. Это неправильный подход. Неправильная. А нужно прояснить, как игроки делают свой выбор, исходя из цели максимизировать свой выбор. Ну, как бы, в каком смысле... Поднимите руку, кто знает, что такое равновесие Неша выходит. Не все, да? Хорошо. Ну, ладно. Тогда сейчас в процессе придется еще это пояснить. Но идея такая, что... Идея такая, что максимизировать выигрыш в игровых ситуациях, просто взять и, безусловно, максимизировать выигрыш невозможно. Потому что нужно при этом пытаться угадать, что делают другие. И равновесие Неша — это набор действий игроков таких, что если я угадал действия всех остальных, то то действие, которое я сделал, максимизирует мой выигрыш. При этом условии. В условии, что я угадал. Ну, одновременно, что то, что я угадал, действительно совпадает с тем, что... То есть это такая концепция согласующая в теории игр поведения одного игрока со всеми остальными. Но здесь нужно больше. Здесь нужно больше, чем равновесие Неша. Здесь можно... Так как здесь игра динамическая, и здесь ходы, сегодняшние ходы, они влияют на ситуацию завтра. И, соответственно, какие-то планы на сегодня должны учитывать, что я ожидаю увидеть завтра. Ну, мой просчет, так сказать, в мозгу, что я должен увидеть завтра. Ходы завтра будут, наоборот, уже просто учитывать всю информацию, которую я получил сегодня. То есть, например, завтра же не ходит в момент времени, я равна единице. Может быть, разный, в зависимости от того, целился у меня кто-то или не целился. Если, например, какой-нибудь там, я любое у меня целился, то, может быть, я захочу в первый день целиться именно в него. А если он не целился, то он, может быть, кого-то еще. То есть, вообще, мы не ограничиваем стратегические возможности игроков вообще ничем, никак. И именно в таком подходе, и более честном подходе в этой ситуации, мы формулируем понятие равновесия. То есть, это набор стратегических планов действия, такие, что если я побередел чужие планы, то мой план является оптимальным, с какой бы позиции мы начинали играть. Мы можем начать играть сегодня, а можно представить себе, что мы попали в какую-то будущую позицию походим в список живых. И в каждом таком случае, мой план должен быть оптимальным, если я видел все остальные планы. Вот эта концепция называется равновесия совершенной нападыбер. Я вынужден говорить очень быстро, потому что мне хочется очень много чего рассказать. Все подробности я могу вам прислать, там, текущая версия статьи, или вы ее почитаете, там. Ну, может, хотя бы название 20-10 миллионов. То, что вы сейчас начали писать. Равновесия совершенная нападыбер. Скажи-то, о чем вы сегодня помните. Что? О чем вы сегодня помните. Обязательно. Сейчас я обязательно это скажу. Я сейчас, когда подробнее расскажу, что такое стратегия, и заодно это расскажу. Игроки знают вообще равновесия? Нет. Это усиленная концепция равновесия, которая обобщает ситуацию равновесия на динамические игры. Общепринятые на сегодня среди теоретической игры. Игроки знают даже, что игры, да? Все знают. Верный вопрос. В нашей простейшей постановке все равно есть более сложная постановка, которая еще непонятна. Хоть какие-то равновесия не найти, еще не ясно. А здесь хотя бы мы можем что-то найти. То есть, грубо говоря, да, они знают, кто как стреляет, из каких-то источников, изучают в интернете. В общем, друг друга знают хорошо. Эти все точности здесь есть. Общее знание. То есть каждый знает эти точности, каждый знает, что каждый знает и так далее. Так, значит, теперь о стратегиях. О стратегиях. О стратегиях можно сказать тогда, когда мы, скажем, об информации. Вообще, понятие стратегии, что такое стратегия? Это план действий. На чего может основываться план действий? На доступной информации. Правильно? То есть, например, в нулевой момент времени у нас нет никакой информации. Поэтому наши стратегические возможности сводятся просто по выбору, как у кого стрелять или как. Далее, в первый момент времени у нас уже есть достаточно большая информация. Не правда ли? А именно, она стейк из чего? По стратегиях. Отсюда об информации. Альфа известна, я имею ввиду неизвестны предыдущие действия, которые могли бы неизвестить историю игры. И она отсутствует. То есть, альфа мы знаем, но так как мы их фиксировали раз и навсегда, то это некое знание, единое для всех. А дальше появляется некоторое знание, которое зависит от того, как она развивалась. В разных территориях. В разных, так сказать, сценариях, оно будет важно. Об информации. Значит, стратегия, вообще, теория игр. Стратегия – это функция на всех возможных информациях. Множко всех возможных информационных данных, которые вы можете иметь. То есть, множество стратегий – это функциональное пространство. Теперь нужно посмотреть на чем? На информациях. Давайте опишем, что такое информация. Что значит информация? В момент времени tr по нулю, информация – это одна точка. Просто один и грамотилась, да? В момент времени 1 информация состоит из следующего. Равно мы ее не пишем. Равно 1. Информация – это, во-первых, отображение a1, a0 из m, vn. Так? И кроме того, что? Результат. То есть, список, ну, не единиц, где-то и n. Правильно? Результат. 0, 1. И… А, пока не секрет. Пока да, пока да. Вот. Ну и эти данные определят s1 определяется однозначно. Однозначно через вот эту вот формулу, которая здесь написана, и вот эти данные, которые здесь тоже указаны. Фактически не через эту формулу, извините, а ровно через данные. Через формулу априори, а через данные апостериори. То есть, когда мы ставим эти данные, мы знаем, кто живет, кто живет. Соответственно, определится новый список и возможность в пусть здоровья. Возможность в момент на линии 1, соответственно, строить новые планы. Ну, вот теперь смотрите. Это… Я сейчас выписал один вид информации. Рассмотрим, что такое пространство информационное. Это все такие… Ну, понятно. Все пары, состоящие из некоторого отображения из nvn произвольного, а также произвольные последствия 0 или инфрицы. Ну, вот это все информационное пространство называется H1. Это пространство всех мыслимых… Откуда голос был из окна? Да. Классно. Всех мы… Всех мыслимых информаций. Ну, то есть, всех наборов информации. Так вот, стратегии… Элементом стратегии… Стратегии… Стратегия… В момент… Т равное 1… Или профиль. Профиль стратегии, из которого можно будет взять, соответственно… Профиль стратегии в момент… с которым можно будет стратегировать всех живых, да? Это отображение f из h1 в n. Такое, что для любого, значит, вот это вот отдельно взятая история, мы ее обозначим точком h1, и h1 определяется однозначно, и он будет означать s1 на h1, то есть тот список живых, который возник при реализации вот такой информации. И, соответственно, мы требуем, чтобы для любого h1 из h1, то есть для любой информации, которая могла возникнуть, соответственно, f от h1 принадлежит множеству всех отображений из s1 от h1 в s1 от h1. То есть, итак, смотрите, вот, собственно, все теперь уже формально. . Извините, спасибо огромное, да. Значит, f это отображение из h1, n в s1, n, такой, что на самом деле, на самом деле, на самом деле, нас интересует только его срез на множестве живых, остальные можно написать любые, это не важно. Вот, и для любого живого она должна, соответственно, сопоставлять тоже кого-то живого. Ну вот, теперь, видите, значит, у нас, соответственно, появляется, там, ну, эту функцию можно разрезать на n кусков, да, для каждого из графов. Ну, для мертвых мы ее игнорируем. Для живых, соответственно, мы, для каждого живого, мы задаем некоторое отображение в n, которое должно, на самом деле, быть отображение в h1, в h1 и любой h1. Ну, вот, теперь, смотрите, значит, немножко про алгоритмизацию процесса, в любом случае вообще про алгоритмический аспект. Пространство всех информаций – это уже некоторые экспоненты, да? Ну, когда мы начнем смотреть, сколько у него элементов. Если мы рассматриваем функции на множество с экспонентным числом элементов, то это двойная экспонента. Ну, понятно вам это, как и алгоритмистам, да, должно быть, что этот процесс нельзя никак алгоритмически… Пока то, что сказано, вот, только если сказать только то, что я сейчас сказал, то алгоритмическим изучением это не подлежит. Двойная экспонента не берется нигде, если она будет взятка, вы будете знать шахматный исход, да? И исходы без шахматов – это как раз двойная экспонента. Тут же выстрадите его. Пока, к ходу бедного, можно считать, что можно работать с экспонентами. Да, вот так, ну, хотя бы нет движений, да, простейший случай – можно работать с экспонентами. Но с двойной – никогда. Поэтому нам нужен некий прием, который нам заменит здесь двойной, а экспонент – это отдельная. Вот с некоторыми ограничениями такой прием существует. Сейчас я про него расскажу. Просто я думаю, что алгоритмическим показателем наиболее трест. Сколько времени? 50. А! Отличный вопрос. Очень хорошо. Вот. Ну далее понятно, что в t равно 2 h2. Возникает множество h2 всех информационных данных, которые состоят из h1, плюс еще каких-то возникших новых, соответственно, здесь информаций. h2, а потом t равно tau. h tau множество всех информаций. Что такое информация к моменту tau? Информация к моменту tau – это последовательный список данных. Вот эти два данных. Потом в момент 1 – очередные два данных, которые взяты уже из урезанных списков. В момент 2 – из еще более урезанных списков и так далее. И к моменту tau минус 1 в предыдущей цели. Все люди видят всю информацию. Соответственно, стратегия – это функция, как я обрабатываю себя. У меня есть стратегия – это тетрадь. Смотрите, вот простая аналогия. Стратегия – это некоторая тетрадка, в которой записано, что я делаю в случае, если появилась тайная информация. То есть есть страница столько, сколько возможных информации. На каждой странице написано, что до этого произошло, и дальше стрелочка вниз. Не надо. То есть тогда делать так. То есть, грубо говоря, стратегия. Вот, допустим, я хочу играть в эту игру. Но при этом я хочу поймать куда-нибудь отдыхать. Например, в охот, куда-нибудь застоль, чтобы сидеть. Да? Но я хочу победить в этой политической борьбе. Я оставляю абсолютно, предельно бестолковых заместителей. В моменты, которые будут действовать в моменты 0, 1, 2 и так далее. Что мне нужно им оставить? Мне нужно им оставить вот эту вот тетрадь, да? Мне нужно оставить им стратегию. То есть тетрадь, которая будет, точнее, не одну тетрадь, а бесконечная немножко тетрадочка. Первая будет очень простая. Тетрадь нулевого периода — это просто ход, мой ход. Я стреляю в первый момент в того же, да? И попускаю ход. В первый момент это уже довольно толстая тетрадка, потому что в ней выписаны все возможные исходы нулевого момента, да? И в каждом написано, что тогда делать вот этому вот бесконечно духовному заместителю, но который будет делать то, что сказано. Дальше, ну второй момент — это уже еще. Более толстая тетрадь тоже. На каждой странице написано, что делать. Ну и вот этот вот бесконечный набор тетради — это и есть стратегические возможности. Если я их задал, я могу уезжать, все. Я могу брать там, это самое, уезжать туда хочу и за процессом не следить, да? Если я правильно все это правильно прописал, все эти ходы. Вот что такое стратегия. Стратегия — это такой набор тетради. Теперь, значит, про дуэль в темной комнате. Дуэль в темной комнате — это ситуация, когда мы ничего вот этого не видим вообще. Когда мы видим из всех возложенных информаций, мы видим только то, что осталось. То есть выключается свет, все убирают жертвы, стреляют, зажигается свет — видно, кто убит. И так вот, раунд за раунд. Значит, хочу сказать, что все предыдущие исследования, которые проводились до нас в этой области, касаясь дуэль в темной комнате. Занимались эти математики, и они считали совершенно бессмысленными такой данный, как все данные, кроме того кто-то. Но в теории раскрывается очень большой смысл того, чтобы знать, кто, в кого пытался стрелять, и так далее. Да? Темноклассник — это некий навык игры. Громче. Темноклассник — это некий навык игры. Нет, точнее, нет, не громче, а более отчеркненно. Темноклассник — это некий навык игры. Да, да, да. Некий навык игры. Убийца, точнее, игры. Игра в мафию, она... В игре в мафию, все-таки есть выберов, которые убивают остальных. А вот в игре в убийце, там, там, веселее. Я один раз чуть глаза не лишился. Не хочу вспоминать эти правила. Но там, да, вот этот аналог такой. Там, действительно, в темноте каждый решает, кого пытаться убить. Используя гитары, там, груди и так далее. Вот, такая в школе негра была. В 15-мой школе, да. Ну, в общем, короче говоря, в темной комнате вы не видите, кто против вас производил это сильное действие. В теории игр выясняется глубочайший смысл в том, чтобы это знать. Поэтому, вот такой вот подход, хоть он и кажется, сошельный трактор был, на первый взгляд, такой неподъемный. На самом деле, он подъемный. По-моему, для, по крайней мере, для случая 2 мы знаем просто все. Разновесие, которое здесь не так. На случай 3 мы еще не досчитали, там очень сложный расчет идет. Но об этом чуть позже. Итак, теперь что такое правильно выбранная стратегия? Или, иначе говоря, что такое равновесие? Равновесие — это такой набор вот этих вот бесконечных тетрадок, да, бесконечно списанных тетрадок. То есть, вообще, игра описывается чем? Вот такой вот матрицей, которая, у нее нет столбцов и бесконечное количество, извините, нет строк и бесконечное количество столбцов. То есть, матрица указывается на его момент времени, как входит каждый, то есть его тетрадку. Ну, эта тетрадка маленькая совсем. Просто кто, кого выбрал. В первый момент уже большие тетрадки. И так далее во все моменты времени. То есть, если игра не успеет закончиться к моменту t, то возьмите тетрадку и прочтите на каждой странице, что делать в каждой возможной ситуации, которая может сложиться. Вот. Такой набор предписаний, очевидным образом, рождает траекторию. Ну, понятно как, да? Ну, это нулевой момент времени. Каждый выбирается в соответствующую жаль. Потом реализуется неопределенность. Она, значит, реализуется в виде некоторой истории. История определяет в этих тетрадках строго определенные страницы, на которых нужно считывать следующие ходы. Потом снова реализуется неопределенность. И так далее, ход за ходом, возникает траектория. Ну, траектория стахастическая, случайно. То есть она ветвится, и в ней предписаны вероятности. Например, она ветвится туда и сюда. После этого с соответствующими вероятностями считываются выигрыши, которые возникают в ситуациях терминальных. То есть когда все стремные возды, например. Или когда все убиты. Но все эти события терминальные суммируются с соответствующими вероятностями. И так как событие, что игра будет продолжаться бесконечно, является событием нулевой вероятности, то нам не нужно прописывать выигрыш у него. Соответственно, нам достаточно прописать то, что есть. Вот у нас получаются выигрыши. Теперь, если я меняю свою стратегию, остальные оставляют неизменной. То есть я считаю, что я вот эту модель сетрадей не угадал, то есть я подтвердил сетрадки других. Понятно? Вот я подтвердил сетрадки других, и вот я беру свою сетрадку и изучаю, нельзя ли что-нибудь изменить. Так, чтобы начать играть с любой возможной позиции, хоть с какой-нибудь возможной позиции, чтобы начать играть, увеличить свой выигрыш. Ожидается, понятно. Вот, вот если я не могу ничего изменить, это называется равновесием совершенно подыгрывать. Если не я, никто другого не может участвовать. То есть равновесие совершенно подыгрывает. Это такой список стратегий, вот такая матрица. Что ни один игрок не может взять одну из своих тетрадей, открыть одну из страниц, изменить содержимое этой страницы, а также всех остальных страниц. Ну, короче, взять свою стратегию, вот эту библиотеку, которая представляет его стратегию, поменять что-то где-то, в разных местах чего-то поменять, учитывая, что другие менять ничего не будут, то есть считая, что остальные не меняют ничего, как-то поменять так, что в результате, в некоторой начальной ситуации, даже, может быть, не проходящей через траекторию игры исходного набора стратегий с реальностью больше нуля, то есть, может быть, в такой ситуации, в которой игроки сам никогда не попадают, потому что, если никто в кого-то одного не целился, то он и не будет убить, да? Но мы, тем не менее, требуем, чтобы даже в этой ситуации мы вели себя так, что, если мы в группу не упадем, почему-то, в какой-то угород или что-то, там тоже наш выигрыш был бы оптимален с использованием нашей стратегии. Вот такая концепция называется равновесие совершенно неподыгрывает. Значит, я сейчас не могу дольше об этом рассказывать, вы можете, если кто-то заинтересовался, это довольно сложная концепция, но единственная разумная в этой ситуации. То есть, все игроки, все на ней используют, что именно это надо рассматривать как концепцию решения. Вот. Я какие-нибудь ссылки дам потом. Попробую книжечку выслушать. Вот чем. Значит, равновесие Нэша может... Равновесие Нэша максимизирует выигрыш только в тех ситуациях, которые проходят по траектории игры с положительной вероятностью. То есть, еще раз, допустим, никто в своих стратегиях меня не ценится. Тогда на следующий день я обязательно буду жив. У нас нет, естественно, умирания. У нас умирает позитет, но вот пожар. Соответственно, вообще говоря, равновесие Нэша не требовало бы моего оптимального проведения каких-либо других лиц, в том случае, если я умер. Равновесие Нэша этого не потребует. Достаточно требовать только на траектории игры оптимального проведения. А совершенство на подыграх требует. И вот почему. Потому что именно поведение ситуации, которое не произойдет, определяет то, что она и не произойдет. То есть, если я ожидаю от других, с того или иного поведения, если ты ожидаешь от других, с того или иного поведения, поэтому ты не целишься к меня. А если ты ожидаешь какого-то другого поведения, ты будешь меня целиться, и переходить на эту, то есть ты выберешь меня целиться, тогда игра пройдет через меня, через это событие с некоторой полотно грамотностью. То есть это для идейного обоснования, почему люди делают все их переходы, древкоформная степанасия лавров. Но, я это правильную дискуссию, 10 тысяч страниц, где есть, как говорят, книжек, если я могу просто какую-то основную ссылку дать. Основную ссылку, да, как вы думаете, если кто-то пошел. Кто-то, кстати, организатор, я как-то так уже не знакомился. А нет, он в Москве. А, он в Москве. Какой-то веке в Питере солнце, а он в Москве. Так, ну ладно, я все равно, кстати, с табличных каких-то... То есть там, это очень большая дискуссия в теории, почему мало RNA-CNESH. Его действительно мало, то есть непропроводованные совершенно прогнозы RNA-CNESH в динамической игре. И нужно именно RNA-CNESH вводить, потому что я сейчас проговорю. Ну, хорошо, допустим, на это обвини. Тогда, значит, дальше, дальше уже вопросы такие. Дальше, как, соответственно, как искать сильные равновесия. И есть следующая теорема, которую мы можем доказать, которую мы доказали для произвольных выигрышей. Теорема называется принципом андократного уклонения. Значит, идея вот что. Исходно, исходно, при поиске равновесий, вы должны решать какие-то системы уравнений, в которых и неизвестных уравнений двойная испонентка количества. Ну, то есть что-то такое невероятно сложное, да? Даже более того, пусть я вам продиктовал вашу стратегию. Тебе такую, тебе такую. То есть каждому раздал свою библиотеку, в которой набор его книг с написанными стратегиями. И давайте проверим, что эти стратегии действительно составляют равновесие. Что нам для этого надо сделать? Надо пойти в любую мысливую позицию и в ней перебрать все другие стратегии каждого из игроков. Но перебрать все остальные стратегии и для каждой из них проверить, увеличивается выигрыш или нет, это все равно двойная экспонентка. Хотелось бы заменить ее на хотя бы один андократный. Но вот этот вот прием, принцип андократного уклонения, который в английском, one shot deviation, принцип андократного уклонения, он позволяет нахождение таких равновесий, точнее проверку, что выданная вам информация действительно составляет равновесие совершенно на подыграх, он позволяет проверку заменить с двойной экспонентной на одинаково. И это на самом деле, поверьте, очень удобно. То есть все равно как-то, наверное, вам, как элегмистов, сложно представить, что это экспозиционально. Показия не дворяется. Значит, как это делается? Делается вот как. То есть формулировка принципа андократного уклонения. Предположим, что некоторая андократная матрица, то есть некоторый набор стратегий всех игроков, не является равновесием совершенно на подыграх. Предположим. Тогда формально, да, формально, по определению, это бы означало, что существует некоторая игровая история, то есть некоторое принципиально возможное развитие игры, может быть, даже с нулевой вероятностью в соответствии с данной стратегией, но просто некоторые, так сказать, некоторые ход игры, один из мыслимых ходов игры, возможно, несовместимый с изначально списком стратегий, такой, что он приводит к некому списку, и в этом списке человек этот может увеличить свой ожидаемый выигрыш, начиная с этой позиции, поменяв что-то в разных местах своей стратегии. Так? Это чисто формально. Теперь, что утверждает принцип андократного уклонения? Он утверждает, что тогда для этого же человека существует некоторая, возможно, другая, возможно, так самая история развития игры. Одна из мыслимых историй развития игры. Может быть, та же самая. А может быть, некоторая другая. Которая заканчивается некоторым списком игроков. И в этой ситуации, в сложившейся ситуации, ему достаточно поменять только один ход в тот момент, в который он сейчас в этой ситуации ходит. А затем вернуться к своей библиотеке, исследовать строго ее предписание. Так, чтобы все равно выявить все. Повторите, непонятно? Мы не очень поняли. Значит, смотрите. Пусть некоторый набор стратегий неравновесен. Неравновесен. И пусть, в частности, эта информация, этот факт, реализуется через меня, что у меня после некоторого возможного развития игры возникла ситуация, что я вместе с еще некоторым набором живых могу улучшить, увеличить свой выигрыш, ожидаемый, поменяв свою стратегию. То есть, изменив записи во многих-многих разных страницах, многих разных цитрами, да? Хорошо. Принцип однократного планения утверждает, что в этом случае, на самом деле, у меня, есть либо эта же ситуация, либо какая-то другая, на самом деле, которая происходит строго после, строго за, как это шедше истории, то есть, по делу развития истории, будет строго за этой точкой. А в которой, не строго, извините, не строго за этой точкой, может быть в этой же точке, может быть за ней. В которой... Сейчас, я расскажу. А, я отказался, да. В которой, в этой ситуации, чтобы увеличить мой ожидаемый выигрыш, мне достаточно всего лишь поменять мой сегодняшний ход. А дальше не менять ничего, вернуться к своей тетрадке. История, конечно, от того, что я поменял ход, пойдет по другим... По другим... Этим самым... По другим траекториям, да. И, соответственно, ходы в дальнейшем тоже будут меняться, но они будут связаны с теми же тетрадками. То есть, они просто в других страницах тетрадок будут выписаны те самые, которые были. Я не менял другие страницы. Я изменил только один ход. Все, больше ничего не менял. И все равно лучше свой выигрыш. Вот такая теорема. Теорема, которая была исходно доказана для классических повторяющихся игр, то есть, когда некоторое мгновенное игровое взаимодействие повторяется бесконечное число раз с тем, что в каждый момент времени тот факт, что она произойдет следующий, происходит в некоторой вероятности меньше единицы. Вот для третьей игры он был доказан, а мы его рассмотрели на этот вопрос. И, соответственно, все. У нас двойной экспонент... Нет, у нас она единственная, потому что позиций, да, позиций возможных, их только экспоненция, их не двойная экспонент. Позиция экспонента. Стратегии двойная экспонента. Оппозиция только одна экспонента. Ну, в каждой позиции просто проиграли, не нужно ли один раз в митинге. Соответственно, с помощью этого принципа, как ни странно, действительно, очень хорошо решаются игр 2 и 3. Все равно двойная экспонента. Придеть же придется тоже за какое-то огромное время. Будет одинарная, если исходно предложенные стратегии имеют очень упрощенную структуру. Сейчас я скажу. Значит, в каком случае это действительно дает прекрасный метод нахождения? В случае, если исходные стратегии имеют некоторую алгоритмическую простую структуру. Например, есть самые простые структуры. Самую простую структуру имеет, так называемая, стационарная стратегия. Что такое стационарная стратегия? Стратегия, точнее, профиль стационарной стратегии. Могу ли я стереть что-нибудь? Например, вот это. Значит, стационарная стратегия – это стратегия, которая игнорирует информацию. Всю, кроме списка живых. То есть стационарный профиль стратегии – стационарный профиль стратегии – это просто такой вот набор отображений АС из С степени С. Для любого С здесь нет. Вот такой набор данных называется стационарной профиль стратегии. То есть, что это за набор данных? Это предписание играть так или иначе в зависимости от того, что есть в списке живых. Все. Я теперь игнорирую, кто целился в меня полностью. Если не попал, значит, там не вас. Целились в меня там несколько, что это. Я уже за ними не могу гоняться и сидеть, да? Да, теперь я объясню, почему разница. Значит, есть разница. Дальше, следующая. Значит, дуэли в темной комнате – это единственные стратегии, которые нам доступны. Поэтому, если я формулирую понятие равновесия дуэли в темной комнате, я говорю, что этот набор данных является равновесным, равновесным, если не существует другого набора данных, отличающегося только на мои собственные стратегии, который приведет к большему выигрышу. Но в дуэли в темной комнате я не могу исходить ни из каких других видов поведения, кроме вот таких. То есть я перебираю все свои отклонения, но только в стационарные стратегии. Я не могу отклониться в нестационарную стратегию. То есть, значит, вот этот набор. Дуэли в темной комнате равновесием является некоторый набор данных, вот такой, который лучше для меня, для каждого из игроков, не строго лучше, чем все альтернативные такие же наборы данных, такие же стационарные. А стационарным равновесием в той игре, которую я сформулировал, называется вот такой набор данных, который является равновесием в том понимании, о котором я сказал. То есть, в котором мой выигрыш, никого из игроков, выигрыш не может быть улучшен не только на стационарных стратегиях, но и не на каких других. И в одном случае мы не можем применять принцип однократного стратегия, а во втором можем. Поэтому проще, как ни странно, искать вот такие равновесия, чем такие. И мы обнаружили много очень интересных нестационарных равновесий, которые раньше не существовали вообще. Даже, ну, самый такой, как я сказал, самый простой случай. Это двоих, двух игроков. Ну, что в ней может быть проще? Люди друг другу просто стреляют, пока не убьют, и кто-то не будет. Они же все равно скажут, и кто-то стреляют. А, я сейчас объясню. Абсолютно верно, да. Я сейчас покажу. Я вам сейчас расскажу, как иметь равновесие. Ну, чуть-чуть позже. Давайте я сейчас, вот с теорией я доканаю, да, все. И потом перечислю результаты, которые уже к этому моменту мы и знаем. Вот. Итак, вот у нас, значит, вот этот вот стационарный, если мы проверяем стационарную стратегию на равновесность, в этом широком смысле слова, с помощью принципа однаградного отклонения это делается очень просто. Тут уже, как бы, набор данных довольно обозренный. Вот. Если мы происходим стратегии проверяем, там уже, ну, как бы, то есть, с помощью однаградного отклонения значительно упрощается проверка того, что некий набор данных является равновесим, в том случае, если этот набор данных построен, не очень сложно. Ну, конечно, все равно остается. То есть, это очень ограниченное улучение, но все равно оно достаточно для того, чтобы, по крайней мере, в последующий случай изучать. Так. Сказал ли я, не пропустил ли я чего-нибудь существенного, перед тем, как переходить к конкретно полученному результату. Давай сюда я остановлюсь, и вы мне, может быть, позадаете вопрос. То есть, в принципе, все. Теория закончена. Дальше расчеты. Да. У нас в начале альфа были в открытом интервале 0,1. Да. Мне кажется, что единицу можно было бы включить, а это то, что у нас в единице. Единицу. Бесконечная игра от этого не бояется. Значит, небольшая проблема вот в чем. Если некоторая единица целится в себя, то тебе нет смысла планировать на завтра. А это разрушает дух. Дух вот этого вот принципа однократного отклонения и так далее. Вообще, дух равновесия совершенно благодаря, это немножко разрушает. Поэтому мы, не долго думая, просто предложили, что это не сли. Ну, есть там предельные единицы, но не 100%. То есть, все-таки оставляет, но самый минимальный шанс, что с себя промокнутся, тут это должно быть все равно. То есть, ну, понятно, да, если единица, смотрите, тебя ведь проснулся живой, то что-то не так. Ну, остается концепция S-P-N-E, безусловно. Это в этом смысле, как бы. Но для понимания это довольно сложный момент, что тебе нужно это. Ну, хотя, не знаю. Может быть, это все можно. Ну, в любом случае, в пределе, то, что мы рассмотрели. Вот. Ноль нам разрушает то, что у нас бесконечная игра, может продолжаться. Ну, то есть, не знаю. Ну, тоже можно как-то спомнировать по-другому, чтобы это было разумно. Это уже какие-то... Это уже расширили некоторые. Ну, то есть, проще считать, что все, конечно, понимаем единицы, и рассматривать предельные варианты. То есть, единицы, наверное, в стратегии поменяются сильно. То есть, я не верю, что ты думал. Не знаю. Вот, не знаю. Если есть единица, то... То есть, большая вероятность, что нужно умочить эту единицу. Нет, но так же явно, что если есть 0.29, то... Ну, может быть, тоже верно. Нет, там же... Нет, ну, тем не менее, тем не менее. Если некоторые альфа-поископы единицы, то равновесие приходит на ситуацию, когда его все... Ну, да, понятно. Значит, как бы... Про вид равновесие сейчас я начну разговаривать. То есть, тут самое прикольное, это кто как выглядит равновесие, на сомнении. Это все интересно математикам. Это все там тренирует мозг. Но самое интересное в этой истории то, как выглядит равновесие. Значит... В общем, целом, вот расчетом равновесии как... В целом, как он устроен? Вот это какая-то генеральная идея. Генеральная идея такая. Генеральная идея пытаться из интуитивных соображений или из старых статей, в которых описываются люди в темной комнате, выводить виды равновесия, потом пытаться доказать, что у них нет. То есть, доказать, что эти виды являются, там, может быть, найти какие-то новые. Ну, не знаю, ну, чистое государство. То есть, нет никакого... Никакой идеи, как могли бы выбирать равновесие до того, как ты начинаешь как-то... Ну, в общем, ну, не знаю. Никаким, я ничего не могу сказать. Чистое счастливное средство, вроде как, там, какой-нибудь спуск, там, ну, просто все улучшаем, 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 улучшаем. Вот, не знаю, я не умею совершенно. То есть, вообще, там, одна из целей сегодняшнего доклада, а также доклад, который будет через несколько дней в Иркутске, в институте динамических систем. Ставит то, чтобы кто-нибудь придумал, как это все замоделировать, действительно, вот поиск равновесие как-то, или проверку. Ну, в общем, что-то такое, какие-нибудь программные продукты придумать для этого. Потому что мы пока все делали просто вручную, как будто вообще не существовало никаких компьютеров, никогда все вручную. Вот, и, конечно, компьютерные средства должны здесь дать большие продвижения, но как-то, как-то, простите, если у нас нет, у нас нахлечили. Так, ну, хорошо, давайте расскажем, что мы не знаем, да? Значит, в случае n... Или еще какие-то вопросы по теории есть? Нет, да? Давайте тогда что мы знаем. В случае n равно 2, начнем с этого. Дуэль двух лиц, классическая дуэль. Известная до этого равновесие, единственная равновесие в темной комнате, заключается в том, что люди стреляют друг в друга. Она вот такой картинкой показывала, да? Стреляют до упора. У меня и высчитываются выигрыши, это вполне просто высчитываются школьники, бой высчитываются, но выигрыши, то есть, то есть, вероятность выигрыша каждого из игроков. Сумма из вероятности не будет равна единице, как вы догадываетесь, потому что есть такая возможность, как то, что они застрелят другую бадную мету. Более того, эта возможность тем выше, чем... чем лучше они играют. Так, тем, чем были метки, они стрелки. То есть, если два очень метких стрелка идут на дуэль и играют на девушке, то, скорее всего, эта дуэль заканчивается тем, что они друг друга застрелят. Да, девушки не будут получать. Значит, это не очень хороший вариант, который требует изменения какого-то. И, в частности, мы заявляем, что есть, помимо вот этого стационарного, но есть еще и нестационарное. Не-ст-а-ци-о-на-р-на-ре равновесие, которое называется вежливая дуэль. Вежливая дуэль. Правила вежливой дуэль следующие. Заливайте строго по очереди. До тех пор, пока все следуют для дружного соглашения. А если в какой-то момент кто-то взял и вероломно сыграл вот так, и с двух рук. Нет. Вместо того, чтобы стрелять воздух, как договорились, взял и стрелял по второму. То в этот момент ситуация сразу-то соскакивает на жесткую дуэль форэр. Итак, стратегии, да, игроков. Алгоритмизируемые, очень простые. А именно, ну, во-первых, нужно выбрать, кому повезло, да? Кому повезло, то стрелять первый. Значит, кто стреляет первый, то стреляет также в нечетные моменты времени, а второй в черные. Соответственно, во все остальные, они стреляют в воздух, кому будет ввесено. Но так происходит только до тех пор, пока люди следуют вот этим соглашениям. Как только кто-то им не следует, мы сваиваемся немедленно в важную, жесткую дуэль. Оказывается, что это всегда является вот этой ситуацией, для любых, а, либо б, является равновесие, для любых большинств. в котором тот, кто, тот, кому повезло, получает строго больше ожидаемый выигрыш, а тот, кому не повезло, получает ровно такой же. То есть, это такое, как в невежливой дуэли. То есть, что происходит? У нас были выигрыши в невежливой дуэли, и они были в сумме меньше единицы. Так вот, в вежливой дуэли вот этот выигрыш будет равен один минус второй выигрыш. Потому что в этой дуэли люди не могут быть убиты одновременно. То есть, эта дуэль, она сохраняет некую эффективность. Сейчас, для барышей уж точно. Что? Не могут одновременно убить. Не могут одновременно убить. Да, кто-то убить, все, ракина закончилась. То есть, если он отпускает в месяц, то там могут одновременно убить. Да, но если это равновесие, то оно будет играться именно так. То есть, если мы докажем, что ни у кого нет стимула отклониться, а это доказывается, то есть, в этой ситуации все легко проверить, что стимула отклониться нет. Ни у одного, ни другого. Допустим, у нас теперь мы рассматриваем ситуацию трех, четырех и так далее игроков. И нам разрешено пользоваться нестационарными разумными стратегиями. Тогда мы можем планировать дальнейший ход в дуэли в зависимости от того, какие выигрыши мы хотим получить. Там вот для трех, да, мы можем тому или иному игроку в дуэли дать право первого хода. И, соответственно, ему дать дополнительный выигрыш, как бы поощрить его, что вот сейчас мы в тебя будем оба стрелять, а ты будешь стрелять в воздух. Но зато, если ты такие останешься и будешь играть в дуэли, ну и там потрогу, там как-то. Ну, в общем, если кто-то страдает в какой-то организации стратегии на уровне трех живых, то ему можно пообещать то, что он потом будет хорошо, в хорошей позиции, то есть дальнейшее равновесие для двух будет вот таким, а не другим. Два. Это два разных равновесия, дающих разные, да, виды выигрыша. То есть, злая дверь это нести выигрыш обоим игрокам. Дальше, джентльменская дверь в пользу одного игроков это вот такая комбинация, а джентльменская дверь в пользу другого игрока это вот такая комбинация. Ну и вот можно как-то вот так пытаться манипулировать там, а, например, если игроки блок серии, то обещать вам злую дверь, наоборот, равновесие. Ну, то есть, появляется огромная свобода алгоритмическая в том, как можно написать с одной стороны. Теорема. Любое, стационарное, нестационарное, какое угодно, нестационарное, равновесие дуэли, классической дуэли, классической дуэли, имеет вид следующее. Некоторое количество периодов продолжается злая дверь. Если она за Т-периодов не закончилась, система, что игра закончилась, то дальше идет джентльменская в пользу одного из двух игроков. Но, опять же, если кто-то обманул, сделал соглашение, нарушил соглашение, то снова на злую дверь. То есть, все равновесие выглядит так. Договариваемся некоторое время друг другу мочить по черному, потом, если две остались жилы, то переключаемся на черный метод. Не будет как быть сейчас первый идет в костер, а второй идет в довольство, а первый в довольство. Да, отличный вопрос. Ответ. Нет. Никогда не будет равновесным. То есть, ни в как... Собственно, да, в оправдании этой теоремы. Ситуация такая, что в любой вот такой организации, чтобы не обещать человеку потом здесь выгодно отбониться и стрелять во второго. Не бывает любви равновеси. Только по очереди. Это, кстати, это некоторый результат. То есть, дело в том, что, если вы дальше ему обещаете тоже два раза, то вроде как это должно оправдать, ситуация нет. Оказано, что как бы... если все. Нет, А если у него соперник, ну, косой, и высока вероятность, что он даже за два стрела в него не попадет. Все равно. Все равно выгоднее отбониться. Просто по-моему. То есть, тогда первый откажется от этого соглашения. Сразу же все спадут сюда. То есть, по-технице он обещает что-то первая дешевая будет стрелять? Да, но это нельзя обещать, потому что на самом деле не будет. То есть, тут надо понимать силу логику вещей, да? Мы можем ему сказать, два раза пропускаю ход, потом ты три раза стреляешь, потом я четыре и так далее. Это неравновесно. Понятно, да? То есть, смотрите, что происходит. Чтобы оправдать вот это, здесь надо обещать у нас второго больше двух. Чтобы оправдать это, здесь второго больше трех, и в конце концов будет выяснено, что в какой-то момент, да, чтобы оправдать человеку, чтобы он вот так вот больше, пяти раз, например, стрелял воздух, нужно ему дать вообще больше, чем даже то, что просто обещать ему, что он дальше будет победить. Просто, ну все, он дальше может единиться, все равно этого будет недостаточно. Поэтому, наиболонеси нет. Это вот строгий математический результат, который как бы инструкционно в задней части доказывается. вообще здесь очень часто такая инструкция пытается, вот в динамическом программировании обычно исходят с конца, и вытягивают то, как устроено оптимальное решение с концевых моментов. Здесь нет концевого момента, но здесь есть некоторый аналог дисконтирования, то есть того, что будущее произойдет с очень маленькой вероятностью. И если игра продолжается в 100 этапов, то на самом деле вероятность вот того вот последнего этапа, да, вот все выигрыши, которые там будут записаны, они умножаются в таким маленькой величиной, что их можно, грубо говоря, проигнорировать. То есть идея доказательств всех факторов здесь такая. Предположим, что есть какое-то отклонение, которое там дает больше, строго побольше. Тогда рассмотрим очень-очень дальний момент времени, такой, что начиная с этого момента времени все возможные разницы выигрыша с этого момента времени уже меньше, чем разница между отклоненным и исходом. Тогда можно про эти моменты закрытия раскладывать динамическое программирование с того последнего. То есть тут есть специальная адаптация метода динамического программирования на бесконечные игры. Так, теперь n равно 3. Рассмотрим случай n равно 3. У нас на него 10 минут. n равно 3. нет. Тут начинается просто целый кладезь. Кладезь ужасно интересных результатов. Я возьму в них два. Скажем. Прежде всего, стационарная стратегия известна, стационарная равновесие нам известно всем. Стационарная равновесие выглядит так. Либо по кругу, ну понятно, стационарная означает, что любая двоя злая. Поэтому все, что нужно знать, это просто кто, кого стреляет, пока они все трое живут. Эта информация создается стационарной стратегией для трех групп. Так вот, бывает вот такая организация дуэльная, или вот такая организация дуэльная, когда двое стреляет в третьего, а третий ну, кого-то из них, сильнейшего, из оставшихся. Двое. Двое. А? А, двое, все. Вот. Не существует стрельбовозов. Значит, теорема. Стационарных равновесих не существует стрельбовозов никогда, не в одном. Далее. Для четырех или... Вот. Для четырех и более это гипотеза, это не теорема. И более того, еще совершенно неясно даже правильное название. То есть, пока не ясно, что делается, заточить силы на доказательстве ее, как теорема, или на поиске в последнее время мне кажется, что надо искать просто пример. Ну, потому что иначе я какой-то слишком тупой. Вообще, идея такая, что если ты очень долго пытаясь наказывать не можешь, значит, либо ты тупой, либо ты просто неверную вещь наказываешь. Вот, если пытаться все-таки схватиться с салоном, так что, дело не в том, но тогда нужно искать просто пример. А вы, если вот и ищут. Тогда, да, тогда точно тупой. Доказывай. А? Доказывали. Но я думаю, что когда пример тоже искать. И находили. Да, друзья мои, смотрите сюда. Вот в этой модели предположим, что вот этот игрок стреляет примерно 0.1, а x по 0.9. Утверждать, что при изначении параметров именно эта картинка, они реализуются. Смотрите, кто здесь, скорее всего, останется. 0.1. Чем хуже ты стреляешь, при том, что два остальных стреляют, все лучше и лучше, тем больше вероятность ты выигрыш до этого играть. Они застрелятся наверняка. Да, они наверняка застрелятся. И это единственное равновесие, в этих формазе нет. Это единственное предсказание в этой игре. Вы играли в мафию, вы всегда, наверное, приходили к ситуации, ну не всегда, а раз в 20 раз приходили к ситуации, живой, честный мафия и маньяк. Начинается ночь, честные люди выпили. Знаете, да? Классика. Классика. 70% ситуации в мафии, которая заканчивалась вот тем, впоследствии заканчивалась вот так. Понятно, да? То есть, они друг друга. Ну вот, потому что только так равновесие выглядит. У вас всегда есть стимул, да, чтобы не делать второй, есть стимул отклониться и убить ему. Вы не можете, вот, ну, могли бы, в принципе, писать мир, да, стреляя в честного. Ну вот, не получается, каждый хочет кинуть второго, в результате все приходит в ситуации, когда друг другу бывает, честный выигрывает. Это знаменитый парадокс, в 45-м, собственно, он привлек внимание дуэли-трехнесса, когда было сказано, что дуэли-трехнесса выигрывает слабейшим. И это, соответственно, видите как, это означает, что, в принципе, это очень огромная разница между дуэли-обычной и дуэли-трехнесса. Обычный дуэли, чем хуже слабейшим, меньше шансов выиграть. Как только появляется третий, все меняется на противоположное. Так, переключение вот этих двух режимов происходит на некотором многообразии в этом кубе параметра пальцевой и гамма, да, у нас есть куб всех возможных параметрах пальцев в этой гамма значений. Но в этом кубе есть некоторое многообразие, которое заключается в том, что за нем переключается равновесная картинка. Так вот, можете просто сами обнаружить, что переключение для вероятности бета и гамма стремящихся к единице заключается при равном 0,5. Можете проверить, очень красиво это проверяется. Можете сравнить, что вы ждете, когда вы в качестве бета стреляете, пусть бета чуть-чуть меньше гаммы, но все-таки оба стреляются к единице. И в этом он либо стреляет гамма, либо стреляет в альфу. Можете сравнить эффект этих двух выстрелов и убедиться, что именно приемной 5 он будет одинаковый с точки зрения ожидаемого выстрела. Да, что вы стоите трех лиц, если у одного там 999-10 тысяч, а у остальных по одной миллионной. Все равно, они в него, оба в него, а он кто был, кто старше, кто больше. Но тогда, естественно, он все равно выиграет. То есть, если два очень слабых и один сильный, то он просто, скорее всего, выиграет, но как бы с понижением вероятности. То есть, если, например, 0-2, 0-2 и 0-8, то по кругу было бы одно, но по кругу не будет. В этом случае будет вот такая ситуация, и у него уменьшается вероятность, потому что 0-2, 0-2 уже как бы, если когда двое подо 0-2, это уже не на все выигрывает ситуация, когда остальные два очень сильных. Ну, а дальше как можно рассмотреть? То есть, переключение происходит в частности на таких датах. Ну, а самое последнее, что я хочу рассказать, это вот очень интересный результат такой, нестационарное зрение. Да, для одинаковых вероятностей просчитано все. Если есть человек с одинаковыми вероятностями, с одинаковыми с одинаковыми точностями 3П, то тогда любое равновесие выглядит как любое стационарное равновесие является набором перестановок. То есть, как бы, для каждого списка живых они разбиваются в циклы. Ни в кого не целится двое, никто не целится в воздух. То есть, как бы, по циклу, там, например, Петя, Вася, Вася, Маша, Маша, Петя, и так вот разбиваются по циклу. Но любое распределение в цикле годится в качестве равновесия. И любое равновесие является распределением в цикле. То есть, везде в каждого человека один и только один человек целится. И никто не целится в воздухе. Вот так, при полном описании равновесии стационарных равновесий симметричного случая, значит, нестационарная тройка. Нестационарной тройке можно попытаться в соглашение подписать мирное соглашение. То есть, договориться, что в первый момент мы не будем драться, мы поделим втроем тот ресурс, который у нас здесь есть. Страна ли страна? Вот сейчас. Практическое руководство для страны Украина. Есть некоторые выигрышы, которые получают люди, если они подписали мирный договор. И прекратили войну. Все, закончили игру. Теперь, какие здесь есть стимулы у людей? Ну, понятно, какие есть стимулы у людей. Может быть, стимулы отклониться и кого-то попытаться убить, переведя игру в военную часть. Значит, в военном конфликте, если мы строим равновесие, в котором должны быть вот такие выигрыши, ну, то есть равновесие мира, мы должны обещать людям очень злую войну, плохую, да? Но, в частности, отклонившемуся мы должны что обещать? Что мы вдвоем его будем мочить. Так вот, вот такая картинка, в нестационарных стратегиях иногда реализуемой, иногда нет. Есть некоторые пороговые значения параметра. точности такой, что при большем его значении мы не можем эту картину реализовать в виде равновесия. Никак вообще, ни при каком другом, ни при каких порядках не можем. Он все равно склоняется круговое. У него и стимул, склоняется круговое. Но при ваенке можем. То есть, если люди целятся плохо, то мы можем грозить нарушением, за нарушение мирного соглашения, перейти в этот режим. Если они целятся хорошо, мы не можем грозить. Мы можем грозить только круговым, которые, впрочем, для хорошо стреляющих тоже опасны, потому что, большая вероятность, они друг друга просто все убьют. В результате, последнее, что я скажу, и я убегаю. К сожалению, можно не ответить на вопросы. Если мы рассмотрим график, который определит зависимость того платежа за мир, при котором реализуемо мирное равновесие, от, ну, то есть, начиная с которого реализуемо мирное равновесие, от точности стрельбы, если она одинаковая, то мы получим не монотонный, разрывный график. Он будет вот такой и вот такой. То есть, драться будут те, кто и не очень плохие игроки, и не очень хорошие, например, те, кто и средние игроки. Они будут драться. Им очень сложно поддержать мир. Очень хорошие игроки драться не будут. Они понимают, что в случае драки, скорее всего, они друг друга перестеряют просто. Очень плохие тоже не будут, потому что для них существует вариант угрожать вот таким вот равновесием, когда одного мощно двое. не монотонность и разрывность. То есть удивительное совершенно следствие, что мирное равновесие возможно для краев, для краевых точностей. Ну вот, я думаю, что кто учился в дворовых школах, все согласны. Выводу. Дерутся. Те, кто не умеет драться, те не дерутся. Те, кто очень хорошо умеет драться, тоже не дерутся. Дерутся те, кто умеет драться, Когда принят мажорной ночи, я побежал на сапсан. Сколько же времени? Нет, еще пару минут для вопроса. Есть результаты для ограничения, там, где вот вк равной едице, там больше, чем два, в первой равной едице, больше, чем два, а в второй, больше, чем... Результат такой, дуэль никогда не может быть подписан в дуэль, но, соответственно, для трех может быть. И там даны вот нул, это вот, фактически я... Вот это, собственно, и есть, это для... Вот это результат ровно из нее, потому что классическая дуэль из-за этого равно нулю, и все, это нельзя представить. А больше, фактически сейчас ничего нет, нет даже понимания того, что будет вот в четырех, для четырех ситуация может в разумную такую естественную структуру укупать полуфинал. Вот, вот в ней нет описания того, в каких-то значениях параметров привезти. А в тот случай, когда все начинают с в два равных полю, только когда человек хочет один остаться? Все равно он не знает, ничего. Про четыре ничего не знаю. И больше тоже. Только про семь тысяч.